Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада сегодняшней встрече с вами. С вами я, учитель начальных классов школы Лицея Джетэген Нишана Вачнара Чулдушпаевна. Наш классный час я бы хотела начать с одной притчи. «Жила-была одна семья. Более ста человек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Вы скажете, ну и что? Мало ли больших семейств на свете? Но дело в том, что семья была необычная. Мир и лад царили в той семье, А следовательно, во всем селе. Ни ссор, ни руганье, ни раздоров, ни драк. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. Решил он проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село и обрадовался. Кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка и решил узнать, как жители села добились такого лада. Пришел к главе семьи. Расскажи, мол, как вы добиваетесь такого согласия и мира в вашей семье? Погладил седой старик свою бороду и сказал, Чтобы все люди были счастливы, необходимо попасть в мир доброты. А чтобы в него попасть, нужно, чтобы в душе каждого человека Расцвел цветок толерантности. Что же такое толерантность? Как добиться того, чтобы в душе людей расцветали цветы толерантности? Сегодня на уроке мы попробуем раскрыть составляющие этого понятия толерантности. Предлагаю идти дорогою добра. Тема нашего урока «Мы толерантны». Цели нашего урока. Узнаем, что такое толерантность. Определим качество толерантного человека. Составим правила толерантности. Описать толерантность довольно трудно. Возможно, из-за того, что в разных языках она определяется по-разному. В английском языке толерантность – это готовность и способность воспринимать без протеста личность. Во французском языке толерантность – это уважение, свободы другого, его образ мысли. В арабском языке толерантность – это прощение, снисхождение, сострадание, терпение. В персидском языке толерантность – это готовность к примирению. Русский словарь толерантность трактует как терпимость, способность терпеть что-то или кого-то, терпеть иной образ жизни, иное поведение, чувство, мнение, идеи. Быть выдержанным, считаться с мнением других, быть снисходительными. В нашей школе учатся разные ребята. Толстые – худые, большие – маленькие, в очках и без очков, разных национальностей – девочки и мальчики. Почему мы иногда посмеиваемся друг над другом? Вы скажете, мы не обязаны любить всех. Однако все люди имеют право достойно жить на планете и не страдать от презрения и оскорбления. Каждый из нас неповторим и значим. Послушайте высказывания, взятые из разных религий, и подумайте об их значениях. Не делай другому того, от чего больно тебе. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей. В счастье и страдании, в радости и горе мы должны относиться ко всем существам, как относимся к самим себе. Передайте эти мысли своими словами. Какой общий смысл есть в этих высказываниях? Конечно, ребята, все верно. Люди должны быть снисходительными друг к другу, терпимее, уважать мнение других. Они должны быть толерантными друг к другу. Толерантность – это умение жить в мире и согласии со всем миром. Каждый человек – это отдельный мир со своими чувствами и эмоциями. Было бы очень здорово, если бы все люди относились друг к другу терпимее, не наносили боль и вред другим. Понятие толерантность для обычного кыргызского сознания непривычно. Нам ближе наше слово «терпимость». Терпимость – способность и умение терпеть, быть терпеливым, мириться с чужим мнением. Ребята, давайте послушаем сказку «Зеленый медведь» и подумаем, в чем же секрет слова «терпимость». Решила маленькая Алия помочь своему старшему брату Эль-Марзе рисовать лес. Села она рядом и стала озеро закрашивать. Но вскоре ей рисовать надоело, и она стала баловаться и вредничать. Сначала она нарисовала синюю траву и сказала «Такая трава существует». Улыбнулся Эль-Марза и не стал спорить. «Пусть будет синий, если тебе так хочется», и продолжил свое дерево рисовать. Потом нарисовала Алия черное солнце и сказала, что это солнце ночное, когда она спать ложится. А Эль-Марза опять промолчал. Тут Эль-Марза решил тоже пофантазировать. Взял, да и нарисовал на синей траве под черным солнцем маленького зеленого медведя и сказал, что этот медведь, когда валялся на земле, а траву выпачкался. Увидела Алия зеленого медведя и сразу стала сердиться и закрашивать его, говоря, что таких медведей не существует. Остановил Эль-Марза руку сестры и не дал ей своего медведя закрасить. Алия стала обзываться, а потом заплакала и побежала жаловаться маме. Пришла мама, выслушала внимательно обоих, узнала, как было дело, и произнесла. Не плакать тебе надо и не обижаться, доченька, а лучше научиться у Эль-Марзы терпимости. Правильно ли ввел себя Эль-Марза, что снисходительно и терпимо относился к вредности сестры? Давайте попробуем дать характеристику человеку, который обладает толерантным отношением. На экране слова. Попробуйте выбрать пять качеств, которые, по вашему мнению, соответствуют толерантному человеку. Злорадство, ложь, конфликт, доброта, уважение, понимание, миролюбие, сосредоточенность, сострадание, великодушие, бестактность, прощение, грубость, сердечность. Доброта, сердечность, терпимость, хвостовство, равенство, грубость, милосердие, зазнайство, сострадание, сотрудничество, уважение, великодушие, понимание, злость, миролюбие, бессердечность, прощение, равенство, уважение, милосердие, терпимость, вспыльчивость, раздражение, сердечность, конфликт, сострадание. Ребята, давайте проверим, что у нас с вами получилось. Доброта, миролюбие, сострадание, терпимость, великодушие, сердечность, толерантность, понимание, уважение, прощение, милосердие. Подумайте, а все ли мы обладаем этими качествами? Все ли мы можем спокойно выслушать друг друга? Поддержать в трудную минуту? понять непохожих на нас людей? Разрешить конфликты мирным путем? А можем ли мы изменить себя? Можем ли мы воспитать в себе те качества, о которых сегодня говорим? Как мы можем это сделать? Действительно, ребята, каждый человек неповторимый. Каждый человек это индивидуальность, личность, обладающая своими собственными особенностями. Если бы мы были все одинаковыми, жить на свете было бы просто неинтересно. Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые слова. Любой человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и понимали. И очень часто нам просто необходимо слышать от окружающих людей добрые слова и пожелания. Ведь от этого улучшается настроение и мы готовы делиться радостью и помогать другим. Давайте послушаем стихотворение о толерантности. Что ж такое толерантность? Может, к бабушке любовь? А быть может, это то, что маме я на день рождения принес? Понял я, что это уважение к мнению не только своему. Видеть боль чужую я, по-моему, уже могу. Дам монетку нищему, пожилому помогу. Товарища в беде не брошу, злобу в класс я не пущу. Если ты к друзьям терпим, выслушать любого можешь. Если нужно, то готов, ты всегда прийти на помощь. Веришь чудо доброту, взрослых уважаешь. Маме с папой не грубишь, младших не обижаешь. Значит, не зря все говорят, что ты толерантен. Оставайся им всегда и будь еще галантен. Что такое толерантность? Доброта, любовь и смех. Что такое толерантность? Счастье, дружба и успех. Если каждый друг другу будет терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш мир. Невозможно нравиться всем, невозможно любить всех, невозможно, чтобы все были близкими друзьями, потому что у нас разное воспитание, интеллект, желание учиться, потребности, характеры, вкусы. Но мы можем жить в согласии друг с другом, ценить друг друга, принимать его таким, какой он есть, то есть быть толерантным. Конечно, всеми качествами обладать, наверное, невозможно, так как идеальных людей нет, но каждый человек должен к этому стремиться. Все то, о чем мы сейчас с вами говорили, предполагали, можно объединить, назвать одним словом. Каким? Толерантность. Толерантная семья. Какими качествами должна обладать такая семья? Ваша семья. Продолжи фразу. В моей семье. В моей семье все терпимые и терпеливые, здоровые, добрые, любящие, уважающие, понимающие, поддерживающие друг друга. Окружающие друг друга заботой. Внимательные, отзывчивые, интересующиеся планами и заботами друг друга. Успешные, независимые, счастливые. Толерантность в школе. Ваш класс это тоже маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в этой вашей семье всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание. Не было бы ни ссор, ни руганий. Терпимость это форма поведения. Ученик, который хочет жить в мире со своими одноклассниками, должен сам себя ограничивать. Лишнее слово не сказать, проглотить, если кто-то ему сказал что-то. Потому что, если он ответит таким же образом, ему еще хуже ответят, и начнется ссора. А когда уже начинается выяснение отношений, тогда никакой терпимости не будет. Ребята, а давайте составим правила толерантности. Сохраняй спокойствие, когда сердишься. Владей собой, имей выдержку и хладнокровие. Имей терпение выслушать собеседника. Спокойно объясни свою точку зрения. Подумай, из-за чего возник спор. Быть толерантным значит уважать другого, не злиться, любить ближнего, быть добрым, терпимым, сострадать. Толерантность я изобразила в виде солнышка. Солнышко обогревает весь мир. так и толерантная личность, совершая добрые поступки, становится лучше, чище, светлее. От нее исходит добро, тепло. Вокруг нее всегда есть друзья. Толерантная личность понимает окружающих всегда, приходит на помощь. Давайте и мы вырастим дерево. только не простое дерево, а волшебное. Дерево толерантности. Посмотрите, чего не хватает на нашем дереве. Верно, друзья, листочков. Давайте сделаем так, что наше дерево распустит листочки и зазеленеет. Крону дерева составим из листочков с вашими высказываниями на тему «Основные качества толерантной личности». Возьмите каждый по листочку и напишите на них качества характера, которые, по вашему мнению, характеризуют толерантную личность. Затем листочки приклеим на дерево. Итак, толерантная личность обладает следующими качествами. Доброта, терпимость, уважение, сострадание, прощение, милосердие, миролюбие, сердечность, желание что-либо делать вместе, великодушие, сотрудничество, уважение прав других, равенство, принятие другого таким, какой он есть. А теперь давайте приклеим ваши листочки. Посмотрите, какое красивое наше дерево. Молодцы, ребята! Давайте вспомним цели нашего урока. Узнали о толерантности, определили качество толерантного человека, составили правила толерантного человека. Вот и подошел к концу классный час. Мы не можем в одночасье сделать толерантными ни свое поведение, ни поведение других людей. Однако, важен даже самый маленький шаг в этом направлении. Благодарю всех! Думаю, что классный час оставил след в душе каждого из вас. Помог всем понять, что уважение друг другу, взаимопонимание, терпимость, это необходимое условие для счастливой жизни, мире и согласии, как в школьном коллективе, так и в обществе. Спасибо всем за внимание. До новых встреч! Субтитры